Привет, с вами Егор Камелев. Я сейчас нахожусь в ночном Сестерорецком курорте и решил объявиться, так как давненько меня на моем видеоглоге не появлялось. На самом деле, по объективным причинам, про Акшуру снимать уже практически нечего. По-моему, я рассказал все, что можно было. Остались какие-то сложные, навороченные советы, но им придет свое время. Но произошло две удивительных вещи. Во-первых, я перевел довольно объемную статью Ника Календы «125 советов по улучшению UX вашего сайта», которая очень хорошо зашла, разошлась с вирусом по интернетам. Это было хорошо. Вторая новость. Я начал писать заметки, связанные со своей непосредственно фрилансерской деятельностью в прошлом, где я делюсь непосредственно моим личным опытом становления проектировщиком на фрилансе. И эти статьи зашли даже лучше, чем мои видеоуроки по Акшуре. Получил много хорошей обратной связи, получил много вопросов. И сейчас попытаюсь начать отвечать на один из этих вопросов. Прямого ответа тут, конечно, не будет, но вы получите пару подсказок и интересных мыслей. Вопрос очень очевидный. Где взять клиентов на фрилансе? Как сформировать себе поток из клиентов? Сразу же у меня возникает встречный вопрос. Каких клиентов? Очень серьезная ошибка начинающих фрилансеров – это найти каких угодно клиентов, чтобы оказаться в ситуации, когда у тебя есть хоть какие-то проекты, и ты чувствуешь себя спокойно. Это не совсем правильно, потому что если вы ищете клиентов, вы должны четко понимать, какие клиенты вам нужны. Например, я, когда только начинал, транслировал в виде своего конкурентного преимущества следующее. Я помогу вам в авральных ситуациях, быстро и оперативно сделаю вам проект. И кто ко мне стал приходить? Именно те, кого я искал. Ребята в авральных ситуациях, когда уже все плохо, и нужно делать все быстро, в сжатые сроки, деньги у них уже закончились, скорее всего, надо править чью-то другую работу. В общем, выяснилось, что это совсем не те клиенты, которых я хотел. И тут я призадумался, о каких клиентов я хочу на самом деле. И с того момента, как я об этом призадумался, я начал свой долгий путь именно к тем клиентам, которые мне нужны. Почему долгий? Потому что сразу сказать, каких людей в виде клиентов вы сделаете счастливыми, не получится. Придется, во-первых, побывать на их месте хоть раз. Это самый большой опыт, который вы можете получить. Встаньте на место вашего клиента и сделайте один заказ на фрилансе. И вы встретитесь со всей этой головной болью, с которой встречаются ваши клиенты. И вы сможете в своей работе, как специалист, помочь вашим клиентам с этой головной болью справиться, или еще лучше даже сделать так, чтобы эта головная боль не возникала. Вот, соответственно, совет очень простой. Если вы хотите узнать, где получить клиентов, сначала ответьте на вопрос, каких именно клиентов. После того, как вы четко озвучите, кто эти клиенты, вы будете знать, где их искать. За примерами далеко ходить не надо. Если вы зарегистрировались на фрилансе и ищите клиентов там, не понимая, какие клиенты вам нужны, к вам будут приходить ребята, которые ищут самые дешевые варианты, и, скорее всего, это подряд-подряда. А если вы нацелены на ребят, у которых есть деньги, и которые ищут каких-то конкретных определенных специалистов, тут, к сожалению, вам нужен опыт нахождения на месте этих людей. Вы будете понимать, по каким параметрам и критериям они ищут именно тех специалистов, которые им нужны. Как только вы это поймете, вы также будете немножечко модифицировать свои собственные навыки и умения, чтобы подходить под условия этих ваших потенциальных клиентов. Вот такая мысль. Поэтому на этом я закончу. Пожелаю вам удачи в поисках клиентов. И в следующих роликах я дам более конкретные рекомендации, поделюсь с вами опытом о том, какие параметры интересуют меня в моих потенциальных клиентах и какие конкурентные преимущества предоставляю им я, как специалист на фрилансе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok